Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» Ведущий Михаил Кудрявцев Сегодня у нас в гостях снова наш дорогой друг и гость Заслуженный врач Российской Федерации Доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт, нарколог Настоятель храма Рождества Святого Иоанна Предтечи в деревне Юки Ирей Григорий Григорьев Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Да пребудет с вами Божие благословение во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь! Спасибо, Господи! Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа выходит в записи И тема наша – это последствия праздников Батюшка, скажите, пожалуйста, что мы наблюдали вот в эти прошедшие дни новогодних праздников? Вы знаете, очень хочется всех телезрителей поздравить замечательным праздником Все-таки Новый год, хотя это и календарный праздник для людей православных, для людей верующих Главным праздником является Рождество Кстати говоря, во многих странах мира Новый год особо не отмечается Ну, например, в Америке В Америке, в Соединенных Штатах отмечается Рождество Ну, у нас так чисто традиционно с советского времени этот праздник закрепился Все равно это наша память, это наши эмоции И мы этого праздника не отрицаем Дело в том, что все праздники для России Это как ураган, как тайфун, как потоп, как война То есть наши праздники, к сожалению, превращаются в катаклизмы Спросить любого врача скорой помощи Когда более всего вызовов скорой помощи Когда более всего погибших, обмороженных, отравленных К сожалению, на праздники И я бы сказал, Новый год в этом смысле Он особую жатву Повелителю державы смерти сатане дает Очень много людей погибает на Новый год Когда особенно бывают морозы Это просто национальное бедствие Морги забиты покойниками Вот если бы людям Накануне Нового года предложили бы Встретить Новый год под наркозом Договориться со знакомым анестезиологом И под бой курантов Дать общий наркоз С искусственной вентиляцией легких Хочешь расслабиться, забыться, отключиться Давай дадим общий наркоз Потом тебя врач выведет после Нового года И ты будешь здоров, будешь жив Ну, к нам вряд ли кто-то согласится Так вот, огромная часть наших жителей Именно так встречает Новый год И так как Новый год у нас растягивается До самого Рождества И даже до крещения для многих людей Я хочу всем пожелать Дорогие братья и сестры Помните Наркоз и радость – вещи несовместные Несовместимые Наша главная цель – стяжание благодати Святаго Духа Встреча с Богом Под наркозом пройдешь мимо Господа не заметишь Поэтому хочется всем пожелать Рождество встретить В абсолютной трезвости Трезвости духовной в первую очередь И трезвости физической Отец Григорий Многие задают такой вопрос Что вот у нас идет пост И Новый год Такая коллизия возникает Но вот лично мое мнение Что коллизия возникает Только из-за употребления алкоголя В посту мы стараемся Не употреблять алкоголь Вне поста Можно себе позволить Какой-то праздник Немножко расслабиться Но почему вот это совмещение Произошло праздник и алкоголь Вообще вот интересно Вот алкоголь – это постное вещество или нет? Многие говорят православные Но это же не молоко Это же не мясо То есть на самом деле Если уж мы говорим О каком-то пищевом ограничении На период постов То в первую очередь Это должен быть алкоголь В первую очередь И алкоголь – это абсолютно Не постное вещество Ни в каком варианте Вот в постах Всегда было не рекомендовано Святыми отцами Употреблять спиртные напитки Почему алкоголь проник В нашу жизнь? Я думаю, что об этом хорошо сказал Василий Великий Святитель Василий Великий сказал Обычай, многократно повторенный Становится законом Вдумайтесь Вот этот обычай Который повторялся-повторялся И никто не заметил, как он стал нашим законом И мы выросли в обстановке Праздника и питья Праздник и алкоголь Для нас стали неразрывно связаны Мы не можем их абсолютно разделить У нас, если праздник без алкоголя То это скорее поминки Вот сядет человек за праздничный стол И не поставить ему алкоголя И он будет думать Куда я попал? И будет чувствовать себя как на похоронах Потому что современные люди Разучились радоваться жизни Без спиртных напитков Хотя, опять же Радость и наркоз – вещи несовместные Им кажется, что они радуются А на самом деле наркоз не может быть радостью Вот посудите сами Например, человек любит собирать грибы Нашел первый гриб И чтобы усугубить радость Выпивает стопарик Находит второй гриб Опять принимает стопарик Что скажет внутренний голос Когда человек подойдет третьему грибу? Он так и скажет А ну тебе надо ходить с корзинкой по лесу Пойди ты полежи дома Отдохни, приди в себя Зачем тебе эти грибы нужны? И на самом деле Если мы говорим о пользе алкоголя Опять же Можно поговорить о пользе наркоза Человеку собираются делать операцию И говорят Вы знаете, вам так повезло Вам не только больное Там что-то, опухоль какую-то удалят Или что-то другое Больное из организма Но вам дадут общий наркоз Который действует омолаживающим Оздоравливающим образом Но никогда врач такого не скажет Это полный абсурд Наркоз вреден для здоровья Да, конечно Нельзя же делать человеку операцию Не обезболив его Но его обследуют перед операцией На предмет Перенесет ли он наркоз И все знают, что наркоз Он страшно вреден Страшно вреден Вот и все А алкоголь это разновидность наркоза И раньше, когда не было других наркозных средств То операции делали под наркозом Например, во время русско-крымской войны Николай Иванович Пирогов Давал водки больным солдатам, раненым И потом делал им операцию Но так как алкоголь действует на всех по-разному И медленно То был придуман эфирный наркоз Для ускорения вот этого процесса Вхождения в состояние обезболивания Поэтому я хочу сказать Что обычай, многократно повторенный Становится законом Посеешь мысль, пожнешь поступок Посеешь поступок, пожнешь привычку Посеешь привычку, пожнешь характер Посеешь характер, пожнешь судьбу Всенародная пьянка по праздникам Стала нашей национальной судьбой И национальным законом До такой степени, что трезвые люди Сегодня воспринимаются как больные Если человек оказывается за праздничным столом трезвый Ему так и говорят Больной что ли? Понимаете как? Вот какое время интересное наступило Если бы дедам прадедам сто лет назад сказали Что наступит такое время в России Что трезвый человек Будет восприниматься как алкоголик А пьяный как здоровый? Никто бы не поверил Сказал, ну как это? Пьяный это дурак, а трезвый умный Все поменялось Я это очень хорошо знаю Мне приходится бывать трезвым В разных пьяных компаниях Иногда мне говорят Не пьешь? Я говорю, не пью Совсем Совсем И на Новый год? То есть оказывается можно не пить совсем Но Новый год это святое Я говорю, на Новый год А почему? Я говорю, больной А чем больной? Я говорю, алкоголизмом А в чем это выражается? Ну я говорю, когда хоть немного выпиваю У меня крышу срывает Я злобный, агрессивный становлюсь Могу тебя стулом по голове ударить Хочешь я выпью? Он говорит, нет, нет, ну не надо раз так Я говорю, ну я тоже так решил Не можешь пить, не пей Ты можешь пить Я не могу пить Я решил, что мне это противопоказано На всю оставшуюся жизнь И дал зарок Дал обещание перед Богом Принял на себя такой зарок На всю жизнь От всех спиртных напитков Считаю, что самое умное Что я сделал в своей жизни Отец Григорий Вот для того ли мы постимся Чтобы После праздника В наступающие дни Встретить с больной головой Больным желудком И вообще с полным упадком В своем физическом состоянии Я думаю И среди телезрителей Все-таки есть, наверное, и те Кто Новый год Все-таки Не соблюли Трезвость Вот как? Как это? Вы знаете, вот дело в том Что все-таки, конечно Если так вот исторически Подойти к этой проблеме То это все-таки Все идет от чревоугодия Я имею ввиду и пьянку И наркоманию И табакокурение И все остальные зависимости То есть базовой основой Всех грехов Является чревоугодие Чревоугодие Приводит к блуду Блуд приводит к сребролюбию Сребролюбие приводит К унынию Уныние приводит к гордыне И стало быть Чтобы справиться С вышестоящим грехом Надо подрубить нежестоящий По сути дела В основе поста Идет подрубание чревоугодия Конечно же Дедам и прадедам Не снилась та пьянка Которая стала сейчас Для них пьянка Это было как обжорство На одном уровне греха У них не было людей Которые пили запоями Они конечно не представляли Что такое наркоманы Они этого знать даже не могли Но даже однократные пьянки Для них было огромным бедствием И многие святые отцы Об этом говорили Никогда не принимайте Спиртных напитков Вот если мы возьмем Житие святых Дмитрия Ростовского Там порядка Скажем Двух тысяч святых Описано Из них Около двухсот Высказывают свое отношение К алкоголю Как полную трезвость Из двухсот Где вообще об алкоголе Упоминается в их житии Буквально два-три человека Которые умеренно употребляли То есть были такие люди Которые умеренно употребляли Но огромная часть святых Не пила ни капли Для того чтобы подавать Вот такой вот Духовный пример Так вот если мы говорим По сути дела О посте Ведь пост По сути дела Это время Углубленного Изучения Своих внутренних Немощей И практически Ограничение В питании Это попытка Уменьшения Базовой проблемы Всех своих грехов Греха чревоугодия Ведь чревоугодия Размер чревоугодия Зависит только от размеров желудка Желудок может быть 250 граммов А может быть 15 литров Вот вам ответ на то Что такое чревоугодие Чревоугодие это больной Растянутый желудок И для того чтобы Как бы повлиять На все грехи Святые цирекомендовали Уменьшить во первых Уменьшить количество пищи Я не говорю сейчас о том какая пища Уменьшить количество Принимать как можно меньше пищи Ну скажем например На один прием от 250 до 500 граммов Включая воду Если не в моготу Через 20-30 минут еще повторить Лучше дробно понемножку Чем однократно набить желудок Вот это очень важно Уменьшить Вот если мы уменьшим желудок То уменьшится и блуд И сребролюбие Уменьшится и уныние Уменьшится и гордыня И одно из таких основ Было вот именно в этом состояло Конечно Ведь почему например мясная пища Рекомендуется к ограничению Дело в том что вот если мы берем Древних иудеев То у них по закону кошерной пищи Животное должно было быть убито Таким образом Чтобы оно не испугалось Если животное пугается при смерти То гормоны стресса накапливаются в мясе И когда человек принимает мясо это То эти гормоны стресса попадают к ниву Он возбуждается Он раздражается Он напрягается Ну а что такое наши комбинаты Это фабрики смерти И по сути дела Все наши животные Находятся в абсолютном стрессе И люди которые питаются мясом Обильно Они попадают в это состояние стресса К тому же мясо зачастую у нас Некачественное Привезенное Из-за границы С него Со всевозможными добавками Ядохимикатами И прочее И прочее То есть по сути дела Мяса-то хорошего Практически у нас нет Поэтому ограничение мясной пищи Оно в принципе полезно Для любого человека В принципе И полное исключение полезно Но на самом деле Когда человек ограничивает себя В мясной пище То у него ограничивается Раздражение Напряжение Эмоциональный стресс Но на самом деле Конечно Ограничение Также и в молочной пище Для того чтобы Ну это просто полезно Для здоровья Вот если хотите Не вдаваясь в детали Гастроэнтерологии У нас в институте У меня работала Профессор покойная Преснопамятная Наталья Ивановна Моисеева И она изучила Все православные посты С точки зрения Диетологии и терапии И она сказала Что это идеальная Система Лечебного питания Разработанная К времени и пространству К временам года К сельскому хозяйству К региону Наши деды и прадеды На эту систему Выходили постепенно Эмпирически Это очень полезная Для здоровья штука То есть вообще Православная система Питания Она крайне полезна Крайне полезна Но только не надо думать Что собственно говоря Самое главное Это какие-то пищевые воздержания Мое личное мнение О том Что главное в посту Не кушать других людей Человек может не кушать мясо Кушать своего ближнего Вот такой пост Ему не зачтется Ведь пост Тогда только станет постом Когда в процессе поста Человек увидит Немощи В самом себе А в окружающих Он будет видеть Только свет И он скажет Все вокруг меня Замечательные Хорошие Прекрасные люди Один я негодяй такой То есть пост Это борьба Со злом Самом себе Ну и конечно Ограничения пищевые Они укрепляют волю Штука Это полезная Штука Это когда делается По благословению Божьему Она идет в радость И многие православные люди знают Все мы С нетерпением Ждем поста Мы ждем поста Как манны небесные Мы любим пост Потому что В посту нам очень хорошо И конечно Вот самое главное Когда человек будет После Рождества выходить Чтобы не начать Опять растягивать Свой желудок Поберегите себя Поживите для себя Для своих близких Для своих любимых людей Поберегите себя Ведь с годами Особенно Надо все меньше И меньше принимать Все долгожители Принимают пищи Столько Сколько Входит в одну горсть За один раз Вот закон горсти Вот пусть для каждого Православного человека Откроется этот закон Не растягивайте Свои желудки Искренне вам этого желаю Отец Григорий Ну все-таки Для тех людей Кто может быть На Новый год Все-таки Расслабился Как не наступить На эти же грабли В Рождество Вы знаете Единственный реальный способ Духовного укрепления человека Это Частые причастия Я бы Если бы Расслабился На Новый год Я надеюсь Что Вот мне пока Удается С этим Держаться Не расслабляться На Новый год Надеюсь И впредь Так Господь Даст мне для этого силы Но если бывает Какая-то ситуация Где я вот так скажем Немножко больше съел Я потом голодаю Несколько дней И я просто рекомендую Вот этим людям У которых Может не очень хорошо Прошел Новый год Хотя бы 2-3 дня До Пасхи Поголодайте просто Во славу Божью До Рождества До Рождества Я оговорился Да До Рождества Поголодайте И постарайтесь Как можно чаще Причащаться Может быть даже Каждый день И постарайтесь Попросить Бога Именно чтобы Простил вас Не вменил вам Этого всего Ну ведь Очень важно В конце концов Как мы финишируем Из поста Закончите Если даже в посту Были какие-то у вас Послабления Закончите достойно Это знаете как Для православного человека Самое главное Умереть по православному Успеть покаяться Успеть причаститься Вот представьте Что После поста Перед спасителем Придется Представать И все мы помрем Поголодайте Приведите Или ограничьте себя В пище максимально Я почему говорю Про голод Для меня голодать Легче Например Чем ограничивать в пище Я считаю Что голод Это самое радостное Самое светлое состояние И потом Настоящий пост Это и есть голод И раньше вообще Был один пост Великий пост И в принципе Он в основном Проводился в голоде Святыми отцами А остальные посты Появлялись в разные Исторические этапы Развития Человеческого общества Как Возможность Попоститься Для тех Кому не удалось Великом посту И у нас есть Всегда И другие посты Старайтесь Все-таки Максимально Максимально Пост использовать Для исцеления Духа, души И тела Поэтому Я рекомендую Перед Рождеством Все-таки Серьезно Попоститься И не только Один день Когда В Рождественнике Сочельника Может как и положено Нам это делать Но попробуйте В другие дни Думаю Что это очень будет здорово Зато Рождество Встретите Будете То ли на небе То ли на земле Как царствие небесное Спасибо Батюшка Теперь хотел бы Вас спросить О вашей программе Которая сейчас Выходит На нашем Телеканале Каким образом Возникла идея О ней Почему Именно такое название Точка опоры И может быть Какая-то Ее перспектива Развития Конечно Несомненно Вы знаете Вот Святой Благоверный Великий князь Александр Невский Сказал Не в силе Бог Но в правде И наша задача Этой программы Точка опоры Это духовное просвещение Это медицинское просвещение Это понимание людей Что такое дух Душа и тело И что такое исцеление Когда дух, душа и тело Единое целое И конечно Так как у нас Патологические зависимости Они имеют Огромное Огромное распространение В нашей обществе Это и пьянство И табакокурение И наркомания И азартные игры И многие-многие Другие зависимости Более 400 зависимостей По сути дела Мы начали Именно точку опоры С изучения Этих состояний Потому что Не в силе Бог Но в правде И для того Чтобы преодолеть Какую-то проблему Надо понять Что с тобой происходит То есть фактически Задача Точка опоры Помочь Человеку Разобраться В самом себе В проблемах Болезней В проблемах Психики В проблемах Зависимости В проблемах Психологической защиты Ответить На многие-многие Вопросы Которые интересуют Всех людей С точки зрения Врача И священника С точки зрения Научной медицины И свято-отеческой Православной традиции То есть Точка опоры Это Передача Духовного Просвещения В первую очередь Почему возникла Такая необходимость Потому что У нас Постоянных циклов Таких передач нет Если хотите Это школа здоровья Вот есть же такая Передача здоровья Например Которая идет По первому телеканалу Вот и мы Такую передачу Делаем Пытаемся создать На нашем канале Союз И мы Эту передачу Эти темы Мы в общем-то По письмам Наших телезрителей По их обращениям По их нужде Поэтому я всех призываю Вот Обязательно смотреть Эту передачу Она у нас выходит По пятницам В 15 часов 15 минут И обязательно Нам присылать письма Что бы вы хотели Чтобы мы осветили И от того Как вы будете Нам задавать вопросы Так и мы будем Вам отвечать На эти вопросы То есть Духовное просвещение И по сути дела Помочь человеку Разобраться В своем состоянии Разобраться В болезнях Психических Разобраться В болезнях Духовных И дать Те рекомендации Которые Помогут Человеку Заниматься Главной целью Православия Стяжанием Благодати Святаго Духа Вот наша Главная задача Укрепление Духовная Точка Опоры Всем нам Необходима Духовная Точка Опоры Вот когда у нас Нету Точки Опоры Духовной То нам Бывает Очень плохо Ну конечно Для нас Духовная Точка Опоры Это Христос Несомненно Но должна Быть И конкретная Точка Опоры И например Когда человек Голодает Он должен Понимать Что голод Например Он помогает Очиститься От шлаков Очищение От шлаков Уменьшает Количество Болезней И повышает Энергетику Жизни Человека Значит Он более Эффективно Будет Заниматься Стижанием Благодати Святаго Духа То есть Обрести Точку Опоры На дорогах Движения Ко Христу Спасибо Батюшка Ну Вы знаете По всей видимости Многие Православные С большим Сомнением Относятся К специалистам Облаченным В рясу И облаченным В священный сан И вот Мы уже Успели К сожалению Получить Некие Отзывы В которых Вашу передачу В том числе И критикуют Очень много Положительных Отзывов Но критикуют В том Что вас Обвиняют В гипнозе В каких-то Может быть Замашках Кашпировского Так сказать Вот что Вы можете Ответить Вы знаете Я думаю Что Многие Такие Вопросы Они Наверное Неизбежны И в общем-то Ну наверное Знаете Вот как говорится Есть такое понятие Насильно Мил не будешь И Ну Видимо Ведь православные люди Они Имеют всегда Возможность Выбрать В качестве Духовного Руководителя Того священника Который глубоко Им симпатичен Которому Есть доверие Поэтому Наверное Вот такое Ощущение Некоторых людей Это наверное Нормально И неизбежно И Например Для меня Это Показатель Лишь того Главное Чтобы эти Передачи Всех Задевали Вот как сказано В Евангелии Был бы ты холоден Или горяч Что принял бы я тебя Но так как ты Не холоден И не горяч Но тепл То изблюю тебя Ищкирева своего И Я хочу сказать Что наверное Вот такие вот Отрицательные мнения О нашей передаче Мы будем тщательно Анализировать И делать Отдельные программы Отвечая на эти вопросы То есть По сути дела Я думаю Что Те люди Которые настроены Отрицательно Думаю Что это Отрицательное отношение У них Останется Останется Отрицательное отношение А если это люди Больные Духовные Психические А если это люди Заблуждающиеся Удастся их Разубедить Дело в том Что 10 тысяч здоровых Не убедят Одного больного Но один больной Убедит 10 тысяч здоровых Вы знаете Про гипноз Я скажу Ну во первых Я хочу сказать Что я в жизни Никогда гипнозом Не занимался Вот это вот первое Что я хочу сказать Но вот эти обвинения Которые в мой адрес Высказываются Происходят от того Что люди не понимают Что такое гипноз Гипноз Это погружение человека В сонное состояние Гипноз В переводе Сом А в состояние гипноза Входит порядка Может быть Ну 20% людей А 80% Вообще В гипноз Не входит А в настоящее время Среди Современных Практикующих Врачей Таким вот Классическим Гипнозом Практически Никто не занимается Гипноз Это Знаете Вот Это все-таки Практика Которая применялась 100 лет назад И вследствие Своей малой Эффективности Она от нее Было постепенно Люди от нее Постепенно Отошли То есть Это страшилка Для шоу Ну в общем-то Да Можно так сказать Вы знаете Вот Вот Протерей Григорий Диченко В своей книге В мире таинственном Это цензор Священного синода Профессор Киевской Духовной академии Дореволюционной Он писал Не следует Гипноз Воспринимать Как нечто Таинственное Гипноз Это Форма Привлечения Внимания Существует Гипноз Животных Когда Например Значит Фатир Или цирковой работник Берет курицу Вот так Ложит на бок И по сути дела Курица Впадает в состояние Гипнотического транса Или когда Мартышка идет В пасть К удаву Ну то есть Я хочу сказать Что это Физиологическое Свойство Живых объектов Вот когда Водитель Долго едет По темной дороге И смотрит На гонки Перед ним Идущего автомобиля Он впадает В состояние Дремы Вот это Гипнотическое Фазовое состояние Вот мы В своей работе Мы этого Никогда не делали Мы это Никогда Не использовали То есть Настоящий Гипноз Когда выключается Сознание Выключается Сознание Причем Невозможно Человеку Внушить То чего Он не хочет Григорий Диченко Говорил Что Для того Чтобы Любое Внушение Перешло В самовнушение Надо Чтобы оно Соответствовало Внутреннему Уровню Сознания То есть Гипноза Человеку Невозможно Ничего такого Внушить Вообще В психологии Есть четыре Метода Воздействия Одного Человека На другого Первое Это Заражение Или Вдохновление Когда кто-то Кого-то Вдохновляет Например Тренер Вдохновляет Детей На занятия Спортом Или родители Вдохновляют Детей На какие-то Добрые дела Второе Это Подражание Когда кто-то Кому-то Подражает Третье Это Убеждение Когда кто-то Кого-то В чем-то Убеждает А четвертое Это Внушение Внушение Это Способность Без критики Воспринимать Любую информацию Но Прежде чем Внушение Перейдет Само Внушение Надо Чтобы реализовались Первые три формы Убеждение Подражание И Вдохновление По сути дела Внушение Это Способность Без критики Воспринимать Информацию На самом деле Конечно же Когда в обществе Появляется Большое количество Людей Которые Критически Что-то Не оценивают А мыслят Ярлыками Мыслят Какими-то Категориями Кто-то Что-то Сказал Кому-то Говорят Что кур Даят Или вот Вы знаете Вообще Даже Когда мы Слышим Об одном Человеке Не зная Его От других Людей Никогда Не надо Торопиться Делать Мнение Потому что Даже Когда мы Знаем Человека Мы не Всегда Его Можем Правильно Оценить Мы Себя Не можем Правильно Оценить Как Мы можем Оценить Других Людей Вот Поэтому Я хочу Сказать Одно Что я Гипнозом Никогда Не занимался Не потому Что я Плохо Отношусь К гипнозу А потому Что Это Неэффективно Вот Вот у меня В институте Долгое время До своей смерти Работал Один из Крупнейших Гипнологов Профессор Буль Павел Игнатьевич Вот он Был Крупным Гипнологом Он всю жизнь Занялся Гипнозом У него И кандидатская И докторская Диссертация Были посвящены Лечением Гипнозом Бронхиальной Астмы У детей И гипертонической Болезни У взрослых И вот Именно В процессе Этой работы Профессор Буль Он снимал У детей Страх Перед барокамерой Детей больных Бронхиальной Астмы Им надо садиться В барокамеру И он с ними Садился И там пытался Их как-то усыпить Чтобы они не боялись Барокамеры Ну говорит 5-6 погружений В день Он вместе с ними Садился Под давление Ему не понравилось Очень скоро И через 2-3 месяца Он сказал Мне это не нравится Мне как-то надоело В барокамеру Самому Не хочется 5-6 раз В день лазить И поэтому Они поставили Телевизионный экран И стали через камеру Делать Был тот же самый эффект Потом попытались Провести такое Общее лечение Всего отделения Терапии Первого медицинского Института Тогда это было Имени Павлова И оказалось Что люди стали засыпать Под расслабляющие Программы Профессора Буля И там Десятки килограммов Снотворных препаратов Не понадобились Для этого И тогда Профессор Буль Будучи Пытливым ученым Он Значит Решил провести Такой эксперимент В 60-х годах На телевидении Ленинграда Собрали группу студентов Научного кружка Которые легко входили В состояние гипноза И он решил проверить Состояние гипнабельности Жителей того Ленинграда И вот В телевизионной студии На Чепыдина Он говорит Вот ваши руки склеились Дал им команду Они у них склеились А он говорит Ваши руки Они у них расклеились Ну он также обратился К телезрителям И сказал Вот вы можете поучаствовать Определить Гипнабельны вы или нет Вот сейчас ваши руки склеились А теперь они расклеились По телевидению Ну закончился этот Значит Сеанс После чего он пришел домой Говорит Сел ужинать Звонок Безобразие Жена сидит со склеенными руками Приедьте и расклейте В общем он Часа три расклеивал по телефону Она говорит Ваши руки расклеились Вот ваши руки Часа три он расклеил руки по телефону Потом говорит Сел ужинать Опять звонки Безобразие У меня нету телефона В общем он всю ночь ездил по городу Расклеивал руки После чего Когда он пришел в клинику И директор клиники Профессор Булатов И он Они приняли решение Что это недопустимо проводить Есть очень много людей С высокой гипнабельностью И вот такие вещи По телевидению Недопустимы Это было описано Во всех учебниках Во всех инструкциях И это было В принципе запрещено делать Если вы хотите Про Кашпировского Он конечно знал это все Он нарушил этот запрет По сути дела Потому что Менялся Менялась эпоха Развалился Советский Союз Чтобы отлечь людей Его посадили На телевидении И он начал заниматься тем Чем бы не стал заниматься Ни один врач Уважающий себя И это не значит Что Кашпировский Никому не помог Дело в том Что если люди Во что-то верят То включается Их система самовнушения И человек сам себя Лечит Вот Но при этом Приписывает это Кашпировскому У меня была одна знакомая Которая говорит Ой побегу быстрее Значит надо вот Значит идти Лечиться Я говорю А от чего вы лечите Говорит от геморроя А как вы лечитесь А я говорит Задом к телевизору Становлюсь И мне легче становится Понимаете Но это конечно безумие Это совершенно недопустимо И он отрицал Вот эти вот Отрицательные результаты Которые могли возникнуть Положительные тоже могли быть В принципе Для того чтобы В общем-то В то время Очень активно против него выступали Вот профессор Буль Значит Профессор Лебедев Покойный Владимир Иванович Юрий Горный И вот я помню историю Когда мы встречались В телестудии Останкина Еще был Жив Листьев И мы встречались С Чумаком тоже Значит по сути дела Который Значит заряжал воду И вот так вот Это самое И я тогда попросил его Говорю Вы знаете Алан Вы видно что вы очень хороший человек У нас проблемы с Ладогой Почистите нам Ладожское озеро Заледите нам Ладожское озеро Алан бедный Он вообще чуть в обморок не упал Он так растерялся Он даже ничего не ответил потом Понимаете Видно было Ну просто совсем как бы человек Вот ну Можно сказать Не совсем здоровый Понимаете И вот так В пору такого вот Когда телевизионная психотерапия гремела Профессор Буль Вместе с Значит С Юрием Горным Поехали в Норильск И на телевидении Норильска Они решили провести Значит эксперимент С целью разоблачения И запрещения телевизионной терапии В конечном счете Это удалось добиться То есть нам удалось Это запретить То есть мы в принципе Сделали все Чтобы это остановить И нам это удалось Достигнуть этого И вот как же они Этого сделали Приехали на норильское телевидение И привезли с собой Уродливого вида Голову из папье-маше Просто купили в магазине И говорит Вот это вот Слепок головы Профессора Зомби А кто такой Профессор Зомби А профессор Зомби Это самый сильный Экстрасенс земного шара У него над головой Взрывалась Летающая тарелка У него пробило Осколком голову И у него Открылись невероятные Экстрасенсорные способности И показывают Там вмятина такая На этой папье Вот это Удар от головы В кости у нее остался Но говорит У нее такое сильное биополе Что любой человек погибнет Кто рядом с ним будет находиться Поэтому он живет В горах На Тибете В пещерах Там 50 метров гранита вокруг И к нему нельзя приходить Иначе погибнешь Но с ним можно общаться Только мысленно Подойдя к этой скале Но кто ему понравится Он дает Слепок своей головы И запись своей речи Которая обладает Особым лечебным свойством Если смотреть на эту голову И поставить речь Профессора Зомби То человек будет исцеляться От многих болезней На кассете Три представителя Разных мусульманских народов Узбекистан Таджикистан И Азербайджан Абы что наговорили Каждому на своем наречии Такой вот Какофония голосовая И работники Норильска Говорят А нельзя ли Норильска Здоровить Вот почему же можно В телестудии Норильска Собрали аудиторию Выступил профессор Лебедев Сказал Сейчас мы включим голову Профессора Зомби Поставим ее речь И вы почувствуете Огромное исцеление Которое идет от этой головы А Юрий Горний добавил А также Все телезрители Могут Свои утюги Холодильники Часы Которые раньше не работали Приборы тоже Поставить у телевизора И приборы ваши заработают Есть такой закон Что если прибор долго не работает Его потом завести Он какое-то время поработает Потом опять остановится Ну и в общем-то Первый ослеп оператор телевидения Который снимал голову Профессора Зомби Он увидел Как идет такое сильное свечение Что ему просто это не выдержать было И его пришлось менять Потом у кого-то боль прошла То есть начало включаться Самовнушение людей Самовнушение А потом начали звонки И вот Юрий Горний рассказывает Вот говорит Звонит человек Говорит Большое спасибо У меня часы пошли Он говорит Пойдут часы Нет, вы не поняли У меня пошли настенные часы Ну, говорит И напольные, и наручные Нет, вы не поняли У меня пошли нарисованные часы То есть у психически больных людей Могут начаться галлюцинации Могут начаться бред И это крайне опасно Крайне недопустимо Поэтому То, что касается Кашпировского Он является врачом Ни один С моей точки зрения Уважающий себя врач Не пошел бы на такое Вот на то, что он пошел То есть я хочу сказать Что любого человека Посади туда На телевидение Так как его смотрят Миллионы людей Одновременно И наступает эффект Взаимного массового Потенцирования Индукции Собственно Кашпировский показал нам Что такое средство Массы информации Но подобные эксперименты Они повышают Количество внушаемых людей В обществе Что является Крайне неблагоприятной ситуацией И то, что делал Кашпировский Это не гипноз Это повышение внушаемости Если угодно Это расшатывание Психологической защиты человека В гипнозе такого вреда Не причинишь Такой вред происходит Наяву Никогда темная сила Никого в гипноз не вводила В гипнозе человека Защищает ангел-хранитель А вот в таком состоянии Человек может повредиться Когда человек верит Потому что он им манипулирует Он начинает верить В какого-то врача И врач этот заслоняет Бога от человека Вот главная причина В чем То есть у него Не сотвори себе кумира Он нарушает первую заповедь Не поклоняйся Никаким другим богам Начинают поклоняться Телевидению Начинают сотворять кумира Вот кумирство Да Кумирство Да Ну а личные качества Этих людей Ну и нам ли их оценивать Как можно говорить Там о личном качестве Мы же не знаем Может Анатолий Михайлович Уже давно покаялся в этом Может быть он причащается Я слышал даже на Украине Ему какую-то грамоту О церкви давали Я не знаю Ну такой я слышал Такую историю Поэтому я не считаю Что он там какой-то погибший человек Господь Бог Он все грехи человеку прощает Если человек захочет этого Спасибо большое Вот я надеюсь Мы ответим на этот вопрос Но я немножко вернусь К началу вопроса Мы в принципе снимаем мистификацию Мы ее снимаем Мы ее не усиливаем И мы не манипулируем И мы в конечном счете Людей к Богу приводим И по сути дела Вот никто никого не усыпляет Мы не проводим По телеканалу Союз Усыпляющих передач Когда все заснут Но мы стараемся Да, но мы стараемся Чтобы людям было интересно Но если кто-то заснет Потому что неинтересно Ну значит он попадет В гипнотическое фазовое состояние Отец Григорий Но все-таки вот к вопросу о том Почему именно специалист в сане Вызывает больше сомнений Чем может быть просто специалист Вот сравнительно недавно У меня в гостях здесь в программе Был молодой священник Отличный специалист в своей области Но за счет того Что он в сане Поступили жалобы от телезрителей Вот как мы можем слушать Вот такого юного Такого неопытного пастыря Вы знаете Я думаю, что это правильно Что специалист в сане Вызывает недоверие Как правило Может такое случиться Что он стал священником Потому что не стал специалистом А если он стал специалистом Хорошим То возникает вопрос Почему он стал священником Лично я против Совмещения Сана И специальности Например, врача И священника В одном лице Я считаю, что это надо разделять Медицина Это медицина Церковь Это церковь Смешивать это нельзя Ни при каких обстоятельствах Но бывают Всякие Исключительные случаи Вот в частности Я занимаюсь Лечением зависимостей Алкоголизма Наркомании Курения Азартных игр С 1982 года Я в православии И Занимаясь Успешно Медицинским лечением Я начал замечать Что Вот люди не пьют Скажем, 10 лет Человек не пьет Потом приходит И говорит Я запил Спрашиваю Почему вы запили А человек говорит А я сам не знаю Почему я запил Ну как это вы не знаете Тяга была Не было тяги Ну расскажите Как было дело Ну как, 10 лет Бутылка стояла в шкафу Не замечала А тут Подхожу, смотрю Стоит Раз и заметил Ну что вы подумали Я так удивился Что же будет дальше А внутренний голос Что говорит Говорит Возьми попробуй И говорит Смотрю Берет рука Бутылку Другая стакан Ну а вы то что Я говорит Очень удивился А дальше взял и выпил А как внутрь прошло Он говорит Еле затолкал А зачем это сделали Не знаю То есть вы знаете Вот Меня так воспитывали С детства Я на медицинской академии Стараться Дело доводить до конца До полного победного конца Максимально эффективно его делать Я понял Мы что-то недолечиваем Мы что-то недолечиваем Это вот когда солитера гонят Есть такой солитер Паразит живет в человеке Он может 30 метров вырасти Широкий лентец Вот его гонят Вот он выходит И раз оторвался Потом опять отрастает И я понял От алкоголизма От алкоголизма Направил в братство Трезвости Мы пришли к выводу Что когда врач и священник Работают вместе Это лучший результат Отец Василий тоже занимался Исцелением от зависимостей Но он говорил Когда мы с Григорий Григорьевичем У нас лучший результат Ну а дальше По сути дела Приводя людей в храм Мы сами в храме находились Все время Приходилось постоянно Бывать на литургии Я очень часто причащался Два-три раза в неделю Ну а потом так получилось Но при этом Я не ставил такой задачи Стать священником И когда в 90-е годы Митрополит Иоанн И отец Василий спрашивали Готов ли я стать священником Я говорил так Им отвечал Как Господь Вот как вы благословите Я так и сделаю Но я никогда к этому не стремился Никогда не стремился Я полагался на божий промысел Я тоже считал Что я делаю свое дело На своем месте Ну и вот так вот Длилось до Вот 2010 До 2008 года Я живу в Юках В 2004 году Принято было решение Строить в Юках храм Владыка Владимир Наш митрополит Санкт-Петербургский Лазарский Благословил строить храм в Юках И за 4 года Поменялось 8 настоятелей Выкопали котлован Все переругались Там церковь С администрацией Представители Священники И меня как врача-психиатра Пригласили их всех помирить Я их мирил Мирил А потом Вот мой дорогой друг Протери отец Лев Нерода Он говорит Ну вот тебе надо Говорит И тут и делать это все Как бы самому Потому что Ведь тут сложная ситуация Кроме тебя никто не справится И мне пришлось заниматься Строистом храма Причем я взял запоротый котлован Подорванное доверие Полученные деньги Которые были растрачены Не по назначению И пришлось это все восстанавливать Вообще строить храм Мы сейчас построили Великолепный Можно сказать Собор Который из трех храмов состоит Верхний Рождества Иоанна Предтечи Нижний храм Священно-мучника Типриана Мучница Юстины И третий храм Крестивный Святителя Григория Мирицкого У меня День Ангела 1 января Это день Григория Мирицкого Мы как раз в ночь На Новый год Всегда служим Божественную Литургию И вот уже По мере строительства храма Господь призвал К этому служению И благословил Митрополит Владимир Меня на это Я повторяю еще раз Я не стремился Но вот Я и не сопротивлялся Но я думаю Что в данном случае Вот конкретно В моем деле По сути дела Это было естественное развитие Вот этой вот Ну моей Лечебной работы И наверное Вот Завершить свою жизнь В служении храмовом Является наверное Самым главным И при этом В общем-то Я раньше как и занимался Вот этой работой В обществах трезвости Так я и занимаюсь Но это вот такая тема Понимаете А то что люди Значит Вызывают недоверие У меня тоже вызывает недоверие Знаете когда говорят Например Православный врач А это какой врач Хороший или плохой Или говорят Православный сантехник Понимаете как Это какой Это какой То есть Надо чтобы был специалист Он может быть православным человеком Несомненно Но вы знаете Вот Нельзя сказать Что православный физиолог Иван Петрович Павлов Иван Петрович Павлов Это академик Основоположник физиологии Лауреат Нобелевской премии Он глубоко православный Верующий человек Но физиология у него была Атеистическая И материалистическая Я думаю Что вот это понятие Православный врач Православный психолог Это В какой-то степени Как советский спорт Это что за спорт А писатель Достоевский Он какой Православный Он Великий писатель Великий Всемирный Но он глубоко Православный человек Несомненно Конечно Православие Накладывает отпечаток На все наше творчество На всю нашу работу Но смешение В одном Специалиста И священника С моей точки зрения Допустимо В каких-то Исключительных случаях Но это не должно Становиться Неким примером И некой системой Для подражания То есть вы считаете Что светское образование И духовное Не должны сочетаться В одном человеке Они могут сочетаться Но в конечном счете Понимаете Вот я могу так сказать Что я все-таки Пришел к церковному служению Когда я полностью Реализовался Как врач Я успешный врач Успешный А вот если врач Будет неуспешный То тогда он будет Неуспешный и священник То есть если человек Реализовался В своей светской профессии Полностью реализовался И там нет у него Дальнейшего движения Для духовного роста И он приходит Тогда это мне понятно А вот если у него Не получилось в одном Не получилось в другом Не получилось в третьем Я думаю что людей Вот это смущает Больше всего Что вот Священники Они были плохими Специалистами Очень редко Хороший специалист Становится священником Но если такое случится То он будет Хорошим священником Вот я так бы сказал Поэтому я думаю Что в каждом случае Надо очень индивидуально Это оценивать Нельзя это в принципе Огульно как-то Дать какие-то Огульные рекомендации Ну и вообще В конечном счете Рукоположение в САН Это прерогатива Правящего архиерея Который я думаю Глубоко изучает Эту ситуацию И принимает Соответствующие решения Спасибо Отец Григорий Хотелось бы Спросить Вот о чем Несколько дней У нас буквально Осталось До Рождества И вы уже Затрагивали Такую тему Как голодание Это Тема для многих Ну На самом деле Является страшной И ужасной Как это можно Взять И не есть Расскажите Немножко Поподробнее И для тех Кто Может быть Перед Рождеством Захочет Усиленно Так сказать Попаститься И попробовать Вот Такой способ Страшно И ужасно Не есть Это по-человечески А если По примеру Христа По примеру Его Сорокодневного Голодания На горе Искушений И во славу Божью То это Легко Радостно И благодатно То есть Никогда Не надо Голодать По своей Воле Конечно Лучше Всего Человеку Православному Голодать По благословению Священника И Конечно Благословение Такое Дадут Те священники Которые Имеют Личный Опыт Такой А если Опыта Нет Он Может И не Благословить Потому что Он просто Не знает И не Понимает На самом деле Голодание Это Мощнейший Стресс При Стрессе Повышается Способность Человека К самовнушению Поэтому Если Себя Настроить Положительно То голодание Пройдет Легко Но Когда Вы Голодаете Никогда Не надо Советоваться И говорить С теми Кто не Голодает А то Как Ты плохо Выглядишь Какой У тебя Желтый Цвет Лица Что Ты Делаешь Как Ты Без Еды Я могу Сказать Что Рекорд Голодания Всемирный 265 Дней Это Официальный Медицинский Рекорд Книги Диноса Но Мы знаем Преподобный Серафим Саровский Тысячу Дней Ночей На камне И вкушал Пищи Но Мы Не Серафим И Саровский Но Несомненно Но Мы Не Будем Тысячу Дней Я Говорю Про Несколько Дней Ну Разве Нам Не Следует Подражать Вот Этим Подвижникам Это же Нормально В чем Медицинский Аспект Голода В Организме Взрослого Человека Накапливается Несколько Килограммов Шлаков Шлаки Это Химические Вещества Получаемые Нами С пищей Питьем И дыханием Они Хранятся В мышцах И суставах И 2-3 Килограмма Шлаков В организме Взрослого Человека Которые Периодически Выбрасываются В кровь И дают Синдром Повышенной Хронической Утомляемости Снижают Наш иммунитет Вызывают Великое Множество Болезней Вот эти Шлаки Могут Выйти Только В голоде Когда Включаются Очистительные Силы Организма В чем Включение Этих сил Основной Закон Диетологии Говорит Жиры Горят В огне Углеводов Когда человек Перестает Вкушать Пищу И принимает Только Воду Запас Гликогена В печени Истощается В течение Двух Суток А через Двое Суток Жир Уже Не расщепляется Потому что Полностью Глюкозы Нет И тогда Начинаются В организме Явления Ацидоза Появляются Кислые Реакции Крови И мочи От человека Может запах Ацетона Пойти Запах Кислого И вот Эти явления Ацидоза При этом Человек Себе Дискомфортно Может чувствовать Он Ну как Больной Гриппом И вот Это Вот Может Нарастать Три Четыре Пять Ну даже До семи Дней Но обычно Три Пять Дней И когда Явление Ацидоза Доходит До верха Срабатывает Организм Самозащиты Свои Собственные Жиры Расщепляются На жиры Углеводы И сами Себя Переваривают Это Называется Механизм Эндогенного Питания Пристеночного Пищеварения И вот В этом Режиме Организм Начинает Работать В режиме Мусора Сжигательной Печи Все Шлаки Все Химические Вредные Вещества Выводятся Через Четыре Системы Кишечник Мочу Кожу И дыхание Причем Дыхание 40% Всего Поэтому Если кто-то Будет голодать Помните Максимальные Физические Нагрузки Максимальные Прогулки Глубокое Дыхание Парные Бани Как можно Больше Пейте Воды Иногда Люди Ставят Клизмы Для того Чтобы Снять Вот Эту Зашлаковку Клизма Будет Давать Положительный Результат Но По сути Дела Когда Мы Ставим Воду В кишечник То Вымываются Не только Отрицательные Вещества Но и Положительные Бактерии Потом Кишечник Будет Дольше Восстанавливаться Лучше Чтобы Очистительные Силы Организма Включились И Тогда Если Они Включатся Потом Даже Когда Шлаки Будут Попадать Они Уже Будут Отчасти Выводиться Сразу То Надо Включать Очистительные Силы Организма Тренировка Своей Воли Но В голоде Надо Как можно Чаще Причащаться Благодарить Бога За то Что Он Дал Такую Возможность И Стараться Всю Освободившуюся Энергию Потратить На Видение Своих Немощей На Видение Своих Духовных Грехов А Грех Это Больной Талант От Греха Можно Избавиться Только При Встрече с Богом Через Принятие Благодати Святого Духа А Благодать Принимается Только На Таинстве Святого Причастия Поэтому Я Всегда Рекомендую Во Время Голода Как Можно Чаще Причащаться Вот Это Будет Достойное Окончание Поста Вот Это Будет Пост Тогда Рождество Будет Как Великая Благодатная Радость Спасибо Большое Отец Григорий Но Я Так Понимаю Что У вас Есть личный И достаточно Большой Опыт Вот В этой Практике Ну Я Лично Голодаю Более 30 лет Я стараюсь Голодать Один раз В неделю Среду Или пятницу Но Можно выбрать Я по средам Обычно Голодаю 36 часов Вторник Я ужинаю Четверг Я завтракаю В это время Как правило Я стараюсь Служить Церкви Быть на Божественной Литургии Причащаться Вот Один раз Во время Поста По кварталам Я голодаю Первые 5-7 дней Поста То есть Неделю По неделе Четыре раза В году И один раз В году Как правило На Успенский Пост Я стараюсь Голодать Три недели Но вы можете Сказать Успенский Пост Маленький Значит Я тогда Начинаю Голодать До поста Так Чтобы выйти Из голода К концу Поста Вот Ну почему На Успенский Пост Ну конечно Летом Три недели Лучше летом Голодать Тепло Когда все таки Так вот Ну легче Голодать Когда тепло Длительно А небольшие сроки До недели Там 5-7 дней Поэтому я всем рекомендую Когда идут посты Хотя бы день Хотя бы два В начале поста Поголодайте Пост потом По другому пойдет А в великом посту Голодать Это особая Божья милость Ведь в уставе Даже в том Типиконе Которым пользуемся Там ведь Обозначено Что дни без пищи Но изначально Пост Это был голод Изначально Ну спаситель На сорокодневной горе Он же там ничего не вкушал И все святые отцы Первых веков Так себя вели И я повторяю Что время изменилось Но почему нам Хоть чем-то не подражать Я же там не призываю Голодать по сорок дней Хотя скажу вам так Честно и откровенно Вот я в этом году голодал Двадцать один день Честно думаю Я пойду на сорок Легко было Очень Ну так было замечательно Я столько дел сделал Вообще Ну просто было Благодатно Думаю Ну надо все-таки Остановиться Чтобы вот так вот Все-таки Тебя сдержать немножко А так вообще После 10-15 дней Можно голодать И голодать И голодать Чтобы человек умер Он должен быть от голода Надо потерять 30% массы тела Если мы голодаем 21 день Мы теряем 10% массы тела Если мы голодаем 40 дней Мы теряем Ну максимум 15% Массы тела Максимум Чем дальше мы голодаем Тем меньше мы теряем веса В принципе Голодание Оно полезно И для стабилизации веса Хотя все-таки Для стабилизации веса Надо правильное питание Надо уменьшение Объема желудка Вот главное Для стабилизации веса Голодание Мы делаем Для очистки От шлаков Для того Чтобы не болеть Для того Чтобы уменьшить Количество интоксикаций Для того Чтобы повысить Качество жизни Прозрачность мышления Для того Чтобы Удвоенной Утроенной Силой Заниматься Стижанием Благодати Святаго Духа Спасибо Спасибо Господи Отец Григорий Сейчас с вами Как обычно Пролетел Молниеносно И прошу вас Может быть Сказать Пару слов Для наших телезрителей На прощание И в благословении Дорогие братья и сестры Нас ждет Радостный Светлый Праздник Рождества Христова Вы представляете Ангелы поют На небеси Мир в человеческих И благоволение Я всем вам искренне желаю Чтобы хаос Ад по-гречески Полностью исчез Из ваших душ Милостью Божьей Чтобы благодать Божья Наполнила Ваши души Как наполнилась Души пастухов Которые видели Рождество Христово И помните Кого мы можем бояться Когда с нами Христос С нами наш Дорогой Господь Любящий Отец Который родился Который уничтожил Все зло мира Поэтому в преддверии Этой радости Хочется мне сказать Почаще вспоминайте Слова Божьи Иго моё благо И бремя моё легко Все зло Господь превратил В свет и благодать И да пребудет с вами Божье благословение Во имя Отца и Сына И Святаго Духа Аминь Аминь Спасибо Господи Дорогие друзья Я напомню вам Что с нами сегодня был Заслуженный врач Российской Федерации Доктор медицинских наук Профессор Врач-нарколог И психотерапевт А также настоятель Храма Рождества Святого Иоанна Предтечи В деревне Юки Ирей Григорий Григорьев Ведущий Михаил Кудрявцев Спасибо вам за внимание Всего доброго До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok